Бисм الله, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله. Ахазنا في الدرس الماضي, ماذا? Бисм الله, والصلاة والسلام على رسول الله. Что мы взяли с вами на прошлом уроке? Объединять, что нужно объединяться на том, на чём мы взяли с пророком. Аль-Ижтима. Аль-Ижтима. Укона нажтеми хатта в ашья, аль-лате инара ахьянам, яй-и асио. Лакин, бил-Ижтима, и кун барака, مثلا, аль-Ижтимаа фи الطаама, аль-Ижтимаа фи الشراب, аль-Ижтимаа аль-Джамаа аль-Аула, аль-Ижтимаа аль-Мажтема аль-Наби, салам ассалам ассалам, аль-Сахаба, румбаллах алимм. Поэтому даже сказать, люди объединяются для приёма пищи, для питья, то есть в этом будет, в этом питье, в этой пищи будет для них барака. Также должны объединяться в первом джамаате, для молитвы, объединяться на Коране, и объединяться на том, на чём было объединение пророком с его сподвижниками. И также должны опасаться того, чтобы впасть в разногласия, чтобы не разделяться. И третья основа является слушаться и подчиняться правителям. И основа является одной из основ аль-Ижтима аль-Жамаа, то, что они слушают и подчиняются правителям. Правителям, власть имущим людям. Подчиняются им в том, в чём нет греха перед Аллахом. Поэтому из путей аль-Ижтима аль-Жамаа то, что не подчиняются правителю, того, кого Аллах Суханатария сделал правителем для них. А тот, кто противоречит ему, он не слушает и не подчиняется правителям. Как мы с вами говорили, когда говорили об объединении, то есть человек, который не слушает и не подчиняется правителю, он думает, что это какая-то мелкая вещь. Первый выход против правителя, это отказ от слушания и подчиняется правителю в исламе. И первый выход против правителя в исламе, это сделал Зульхуэйсара, тем, что он сказал лишь слово пророков. Какую, говорит, мы пользу возьмем с этого? Поэтому, говорит, выход против правителя, говорит, не может быть, говорит, мечом и оружием, не иначе как, если ему не предшествовал выход языком. То есть прежде чем выйти с оружием против правителя, люди начинают говорить своим языком против правителя. Потому что мы видим, что человек, если он не ругает правителя, то, соответственно, он не выйдет воевать против него, потому что для того, чтобы воевать с ним, есть свои определенные ступени, потому что до этого надо дорасти, говорит, да, как бы. То есть если кто-то хочет присоединиться к хавариджам, они ему частную встречу устраивают, как бы для того, чтобы экзаменовать его. То есть какой-то человек придет и скажет, что хочу присоединиться к хавариджам. Ему сразу первый спрашивают, считаешь ли ты неверными правителями? Если он скажет да, тогда они его принимают. А если скажешь, не считай их неверными, тогда они его не примут, говорит. Однако он уже от них вернуться не сможет от этих правителей. Они его убьют. Поэтому, говорит, если человек допускает того, что он своим языком выходит правителем, то остается немного для того, чтобы он начал воевать оружием против правителя. А есть другая противоположность, в которой думают, что надо слушаться и подчиняться, даже если в этом есть ослушание Аллаха. Поэтому серединой является слушаться и подчиняться правителю в том, что не противоречит шариату. Как говорится, то есть нет подчинения созданию греха перед Создателем. А должны ли мы молчать о тех противоречиях, которые противоречат шариату, которые совершают правители? Нет, мы не должны в этом молчать. Но то, что мы не будем молчать, это не значит, что человек должен подниматься на мембар и обсуждать правителей. То есть мы не молчим об этом и не порицаем это вот так вот, открыто. То есть мы не можем умолчать, если видим противоречие шариату. И так же мы не можем порицать, впадая в противоречие шариату. Поэтому лучше и сделать, и середина. Поэтому, видимо, если человек обсуждает правителей на мембаре, такой человек противоречит. И так же если видим, что человек, который как бы молчит или поддерживает в том, что они противоречат шариату, мы тоже говорим, что это противоречит этой основе. То есть поэтому порицание должно делаться с мудростью. То есть мы должны людям разъяснять, что то или иное действие является противоречащим шариату, что его не надо совершать. Есть некоторые вещи, которые маленькие вещи, кажется. Как, например, человек едет за рулем. И нарушает какой-то знак, да? Зачем ты нарушаешь правила? То есть никого же нету, говорит, я тороплюсь, никому не навредил, говорит. Нам скажем, для чего этот власть или правительство установило эти правила, эти знаки святия? Для того, чтобы, не для того, ли, чтобы, для пользы людей. То есть, возможно, человек с другой стороны будет идти, да, с другой стороны светофора, и не заметив, просто бьешь, и он умрет, да, потому что он идет на зеленый свет. Являешь ли ты в этом моменте, ты захлесонный или нет? То есть, человек начинает с каких-то мелких противоречий, да, то, что нарушает правила дорожного движения, какие-то там документы где-то может подделать, да, и кажется, что это вещь незаметная, но это может привести к большим вещам, да, к более серьезным. Как история, говорит. Однажды, говорит, шейх Утамин сел в машину с водителем, да, то есть, водитель вел в машину, и по дороге их остановила полиция. И когда этот полицейский увидел шейх Утамин в машине, в водитель сказал, все, езжай, езжай, езжай. И шейх Утамин спросил у водителя, почему, говорит, милиционер сначала остановил, а потом отпустил, отправил? Я, говорит, превысил скорость, поэтому нас остановили. И он, говорит, хотел выписать мне штраф, но когда увидел тебя в машине, шейх, говорит, то есть он не сделает. И он сказал, говорит, вернись к этому полицию, сказал водитель, вернись назад. Он сказал, выпиши, говорит, ему, говорит, штраф этому водителю, а я его оплачу, шейх сказал. Он, говорит, почему, говорит, выписывай, потому что, говорит, он нарушил, говорит, правильно, он превысил скорость. А почему, говорит, шейх оплатил? Потому что, говорит, я видел, говорит, порицаемый, не молчало быть, видишь, что он превышает сквозь его молчало быть. То есть некоторые люди, мы видим, что они совершают какие-то грехи, да, и потом говорят о них, рассказывают о них. Человек, допустим, брат приходит к своему другу, он говорит, что ты сделал с этими документами? Он говорит, что я не смог эти документы собрать до конца, не получилось, что мне это сделал. Он говорит, что я тебе сейчас расскажу, как это делается легко, вот так, возьми, на компьютере, распечатай, вот так, вот так, вот так, я сам, говорит, так делал. То есть человек мало того, что, говорит, сделал грех, так еще начал рассказывать о нем, а потом еще и других начал призывать к тому, чтобы тот тоже совершил такой же грех. То есть это недопустимо, и это противоречит этой основе? Каждый из нас когда-то превышает скорость, да, говорит, у каждого, говорит, это происходит. То есть это не должно быть тебе привычкой, что ты так обычно ездишь, да? То есть и не рассказывая о своих грехах, которые... И не призывая к ним, к этим грехам других. Например, человек купил антирадар, да, вот на себе машину? И человек спрашивает, зачем, говорит, тут снисит радар, для чего в машину? Рашид говорит, спрашивает, ты, говорит, из числа или сунна? Я говорю, прошу Аллаха, чтобы он сделал тебя из числа. Я говорю, ну, это не простая вещь. Я говорю, ну, что это принале жизни, как это потом не последний года. Это не противоречит законам С homeowners неopes? То есть это ограничение скорости, которую установил правитель, оно не противоречит законам Салияда, то есть нужно и ensciえー. И я говорю, нет hata раз humans есть теперь, а лишнее. А человек говорит, что там проблем нет, говорит. Этоねぇ которого, превысит скорость. То есть, человек не должен себя приучать к греху, то есть, человек должен себя приучать к подчинению, то есть, к соблюдению этих правил, да, дорожного движения, например. То есть, да, бывает, говорит, человек впадает в эти противоречия, но не должно быть этого привычкой, постоянством. То есть, ты должен себя приучать к тому, чтобы слушаться и подчиняться правителю в том, что не противоречие. Иной раз, говорит, маленький грех может привести к великим мечам. Как это произошло во время битвы у Охуд. То есть, группа людей ослушалась маленькой вещи Прохоса. Когда они стояли на горе, Прохос сам приказал не спускаться стрелкам из лука. То есть, даже если увидели победу. Когда они увидели победу, что мусульмане начали побеждать, они ослушались этого приказа Прохоса и спустились с горы. И Аллах Супанула Тааля, то есть, показал на их примере общине, что из-за маленького греха может произойти великие вещи. То есть, из-за маленького ослушания может произойти беда, да, как это произошло во время битвы у него. То есть, ты, говорит, порицаешь хавариджи, за их выход проведения. Но сам делаешь вещи, которые приводят к этому хороджу. И Аллах об этом знает лучше.